Минувшие выходные сразу несколько городов и районов Ставрополя пострадали от непогоды. На смену жаре пришел крупный град в Кочубеевском, ураган в Зеленокумске и Пятигорске. Только чудом эти ЧП не привели к жертвам. Алексей Форсиков следил за стихией. На первом видео из Зеленокумска. Последствия сильного дождя с ураганом. Ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть. Сносил заборы и рекламные щиты. Срывал провода со столбов. Света не было у 12 тысяч абонентов. Фотографии последствий урагана появились и в социальных сетях. Хорошо видно сорванные с крыс листы шифера, мятые, словно бумажные металлические листы, бывшие недавно заборами. Обошлось без жертв. Ущерб еще предстоит подсчитать. А это Кочубеевский район. Там выпал крупный град. Ущерб мог бы быть еще больше, если бы не работа противоградовой службы. Градовое облако заходило со стороны Краснодарского края. Подошло к границе Ставропольского края, в частности Кочубеевского района, уже взрело. Очень мощном градовом состоянии. То есть это было градовое облако, а высшая степень градоопасности четвертая, в которой уже находился град, которая продолжала интенсивно развиваться. Воздействие начали в пункты Кочубеевского района. Отработали только на эту ячейку более 400 изделий, что позволило значительно сократить ущерб, снизить размер выпадаемого града по мере продвижения ячейки. Краевой минсельхоз сообщил о последствиях града. Повредены посевы на площади более 18 тысяч гектаров. В Благодарненском районе градом выбило 342 гектара пшеницы. Почти 1400 гектаров уничтожено градом в Новосерецком районе. В Минераловодском городском округе от града пострадало 4500 гектаров. Повреждено от 20 до 80 процентов посевов. В Придгорном районе пострадало 800 гектаров. Там повреждено от 20 до 50 процентов посевов пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Сильный ветер в Пятигорске сломал возле городского озера приличных размеров дерево, которое упало на двух женщин, находившихся неподалеку. Очевидцы быстро оказали им первую помощь. Одну из женщин с травмами доставили в больницу. На предстоящую неделю синоптики обещают небольшое понижение температуры. Местами по краю ожидаются дожди и грозы. Алексей Форсиков, Ставропольское телевидение.